Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. 14 сентября Дмитрию Медведеву исполнилось 55, и больше половины жизни он занимается политикой. Первые шаги в этом направлении Дмитрий Анатольевич сделал еще в 1990-м, став советником Анатолия Собчака. Но вряд ли тогда 25-летний преподаватель университета мог предположить, что будет управлять целой страной. Карьера Медведева пошла в гору с переездом в Москву. В столице он занял пост руководителя администрации президента Путина, затем заместителя председателя правительства, пока в 2008-м сам не стал главой страны. Каково это, взвалить на плечи столь тяжелую нашу? Сам Дмитрий Анатольевич как-то ответил на этот вопрос очень коротко, сложно, но интересно. Отдельной проблемой стала для него активность пользователей сети, люди мгновенно разбирали высказывания политика на цитаты и создавали мемы. Как же государственный деятель справлялся с давлением по всем фронтам? Семья и начало карьеры. Дмитрий Анатольевич вырос в Ленинграде, в районе Купчино. Его папа всю жизнь самозабвенно занимался наукой, много лет вел в институте дисциплину процессы и аппараты химической технологии, пытался продвигать в ВУЗе альтернативные подходы к преподаванию. Сын не слишком интересовался работой отца, но уважал его за трудолюбие. Бывало, ребенок просыпался в два часа ночи и видел, что в кабинете родителя горел свет, мужчина постоянно что-то читал и конспектировал. Карьера матери сложилась менее удачно. Окончив филфак Воронежского университета, Юлия Вениаминовна уехала в Ленинград в аспирантуру, где и познакомилась с будущим мужем. Вскоре женщина забеременела, родила, ушла в декрет и в дальнейшем предпринимала попытки вернуться к науке. Дмитрий Анатольевич прилежно учился в 305-й школе. Педагоги отмечали его способности к точным наукам. После школы абитуриент поступил на юридический факультет ЛГУ, который уже принято называть кузницей управленческих кадров России, к примеру, студентом того же вуза был и Владимир Путин. В те годы Медведев подрабатывал дворником за 120 рублей в месяц и получал 50 рублей повышенной стипендии. В свободное время студент занимался тяжелой атлетикой и принес университету не одну награду. Он обожал музыку Deep Purple, Black Sabbath и L.D. Zeppelin, а впоследствии стал коллекционировать пластинки этих рок-групп. Однако бунтарем Дмитрия Анатольевича назвать было нельзя, он вел себя сдержанно и интеллигентно, основное внимание уделял учебе, а не развлечениям. Запросы как у президента. С конца 80-х Медведев начал преподавать на юрфаке, затем успешно защитил кандидатскую диссертацию и стал одним из авторов учебника по гражданскому праву. В 1990-м стартовала политическая карьера Дмитрия Анатольевича в качестве советника Анатолия Собчака. Через год перспективный юрист уже вошел в состав Комитета Петербургской мэрии по внешним связям, председателем которого был Владимир Путин. Большая политика. В 1999-м Медведев перебрался в Москву, а с уходом Бориса Ельцина из политики возглавил предвыборный штаб Путина. После победы Владимира Владимировича Дмитрия Анатольевича назначили на должность первого заместителя руководителя администрации президента Александра Волошина. В 2003-м Волошин ушел в отставку, и Медведев занял его место. Через два года политик начал курировать приоритетные национальные проекты, а в 2007-м баллотировался на пост президента. Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, я знаком более 17 лет очень близко с ним, целиком и полностью поддерживаю эту кандидатуру, комментировал Путин. Дмитрий Медведев зарабатывает больше Владимира Путина. За Медведева проголосовали 70% избирателей, и на 4 года он возглавил страну. Президентство стартовало с непростого решения конфликта между Грузией и Южной Осетией и финансового кризиса, а закончилось масштабной политической реформой, касавшейся устройства партий. При Дмитрии Анатольевича сменилась половина губернаторского корпуса. Милиция стала полицией, границы Москвы расширились, а модернизация была названа вопросом выживания. Символом прогресса выступил построенный инновационный центр Сколково. Когда Путин вновь стал президентом, Медведев возглавил правительство РФ и Единую Россию. Большинство чиновников отзывались о Дмитрии Анатольевича как о грамотном администраторе и хорошем юристе, но далеко не все его инициативы вызывали положительную реакцию у народа. Так, в 2018 Медведев представил Думе законопроект о повышении пенсионного возраста, к которому многие отнеслись скептически. Также политик объявил о решении правительства поднять ставку НДС до 20%, из-за чего превратился для ряда граждан в гонца, несущего дурные весть. Впрочем, разобравшись в тонкостях и деталях инициатив, часть населения изменила прежнее мнение. Главные слова года пенсия Харасмент и Крымский мост. Стоит отметить, что некоторые высказывания Медведева превратились в мемы. Справедливости ради, фразы были вырваны из контекста. Так, в ответ на вопрос Анны Буяновой об индексации пенсий для жителей Крыма глава правительства сказал. Индексации нигде нет. Мы вообще ее не принимали, просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. В итоге текст сократился до общеизвестного денег нет. Но вы держитесь. Подобным казусом премьер-министр относился с юмором. Примерно через год после инцидента с пенсионеркой на вручении в Москве госпремии лауреатом в области СМИ он произнес фразу. Денег нет, вы же знаете. После чего зал скандировал. Мы держимся. Широкую известность обрело ироничное предложение Медведева переименовать американо-вруссиано в связи с вопросом политкорректности. Некоторые кафе подхватили инициативу и даже делали скидки посетителям, которые называли напиток по-новому. Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства России. Последнее на сегодняшний день изменение, связанное с карьерой Дмитрия Анатольевича, произошло в январе. После отставки правительства в полном составе Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Личная жизнь. Какой же политик за пределами кабинета? Не секрет, что дома его ждет верная супруга Светлана. Пара в браке уже 27 лет, а их первые общие романтические воспоминания берут начало в школьные годы. Было это в седьмом классе, на зимних каникулах, рассказывал Медведев о переживаниях юности. Мы виделись и раньше, но ближе познакомились во время совместных прогулок, которые нас захватили и увлекли. Мне было 14, она училась в параллельном классе. И с этого началась отдельная большая страница в моей жизни. Погружение во взрослый мир происходило для меня очень мощно. Как у всякого человека, у меня было ощущение, что мое чувство – самое сильное в мире. Наш роман происходил на глазах у всей школы. Педагоги относились к этому по-разному, мы ведь заниматься перестали, гуляли вместе на переменах, уходили с уроков. Светлана Медведева рассказала о планах на годовщину свадьбы. В десятом классе Дмитрий Анатольевич сильно скатился по учебе, но вовремя взялся за ум и за пару месяцев ликвидировал все долги. Тем более переживать за отношения с избранницей не приходилось. Хотя Светлана пользовалась успехом у противоположного пола и в школе, и в студенчестве предпочтение она отдала. Медведеву в 1993-м влюбленные поженились, а спустя два года у них родился сын Илья. Какое-то время Светлана не работала, отдавая себя воспитанию ребенка. Однако впоследствии женщина занялась поддержкой социально-культурных программ на родине и в Европе. Она реализовала фестиваль российского искусства в Бари, инициировала создание праздника День любви, семьи и верности. В отличие от родителей, Илья вел довольно закрытый образ жизни. В детстве он пару раз засветился в Яралаше, но учеба отнимала слишком много времени, чтобы размышлять об актерстве. Благодаря высоким баллам по ЕГЭ юноше поступил в МГИМО на бюджет. Получив диплом, наследник премьер-министра стал заниматься частными бизнес-проектами в сфере цифровой экономики. Дмитрий Медведев заговорил о судьбе своего сына. Вместе с женой и сыном Дмитрий Анатольевич с удовольствием отдыхает на российских курортах, катается на лыжах на Красной Поляне, рыбачит под Астраханью. Среди давних хобби Медведева – фотография. Его работы часто появляются на крупных столичных выставках, а один из снимков Тобольский Кремль вовсе был продан на аукционе за рекордный 51 миллион. Так что достижения заместителя председателя Совета безопасности касаются не только сферы политики. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова